Если вы включили это видео, то, скорее всего, вы знаете, о чем сейчас пойдет речь. Но если вы каким-то образом не в курсе, то я внесу немножечко ясности. У меня рядом, за стену, от меня живет мой любимый многоуважаемый сосед, который терроризирует уже который месяц меня и мой сон. Так вот, я снимал каждое пришествие этого демона. И в этом видео я скомпоновал все звуки из ада в одно жерло. Так что, пожалуйста, наслаждайтесь. Недель назад я услышал в соседней квартире какие-то странные звуки. Слышите это? Не могу понять, откуда эти звуки. Я даже попытался записать эти звуки на микрофон. После этого прошло несколько дней, эти звуки прекратились. Только что я сижу и слышу, как начинается просто какая-то жесть за дверью. Это было буквально пять минут назад. После того, как я увидел это чудо в перьях в глазок, я решил переслушать эту запись. Послушайте еще раз. Подскажите, я просто не знаю, что мне делать. Помните, да, наверное, моего шизанутого соседа? Помните, как я за ним подслушивал, потому что там дичь какая-то творится в соседней комнате? Так вот, пожалуйста. Он заставляет свою жену делать какие-то страшные вещи. Там слышно четко, как женщина говорит, ты заставил меня съесть человека. Там мужик, ну, фляга свистит у него, будь здоров, короче. Так вот только что один из вас написал мне в комментарии, чтобы я не шел к ним, не вламывался. Просто так, на всякий случай, подслушать еще раз, чтобы убедиться, что я точно не ошибся. Я подслушал еще раз. Я вам так скажу, то, что там происходит, это не просто странно. Это ебать как странно. Да-да, все так же про моего многоуважаемого соседа. Я реально до последнего не хотел звонить в полицию. Но это уже касается лично меня. Я вчера ночью сплю и вижу, ну, очень хороший сон. Сука, сон был реально отличный. Просыпаюсь я, а того, как я слышу, как эта свинья опять лупит свою жену. Так не только жену, судя по звукам, еще и детей. Там просто уже кукушечка слетела давно. В прошлый раз он заставлял жену съесть человеческое мясо. Я решил послушать, что же он несет в этот раз. Чуваки, этот придурок опять что-то орет там. Где мой стакан? Он, походу, узнал, что я подслушиваю. Чуваки, он, походу, видел-видел. В сети мое. Опа, очки. Как я вам люблю про своего любимого соседа рассказывать, вы бы знали. Прелесть просто. Опять, сука, всю ночь свою жену лупил. Хрен заснешь, падла, каждую ночь ее лупит. Эта скотина услышала, что я за ним подслушиваю. А может быть, даже он увидел этот видос. Соседушка, открывай. Как вы поняли, я решил ему дверь не открывать. Просто не особо хочется на месте его жены оказаться. После этого экшена, это Чувырло пошло к себе спать. Я лег тоже спать. Я почему-то подумал, что он успокоился и несколько дней этого не будет. Сегодня с утра, в виде моего будильника, произошло следующее. Твою мать, шесть утра. Он, походу, детей бьет. Жесть, он опять ее лупит. Подождите, это кошка. На часах, три часа ночи. Полюбуйтесь, пожалуйста. Мой сосед решил, что самое время для того, чтобы избить свою жену. Да, вы мне все давно говорите, что нужно вызвать полицию. Но у меня есть доказательств только вот это. Так что, если вы думаете, что я защищаю этого алканавта, то нет. Просто... Слышите? Новое шествие. А где мое профессиональное подслушивающее устройство? Слышите, так тут не в полицию, надо в дурку звонить. Чуваки, я придумал. Я сейчас пойду на улицу и сниму на видео его окно. И как раз у меня будет доказательство, чтобы полиции показать, если что. Так, я на улице. Вон там окно этого шизика. Блин, что там происходит? Это жена или кто, я не понимаю. Твою мать, он меня увидел, походу. Всем привет, меня зовут Миша. И мой сосед, поехавший на всю бошку. Вы, наверное, все прекрасно помните, как он ловко прописывал лоу-кик своей входной двери. И вот мне кажется, что вчера он так же ловко прописал лоу-кик своему ребенку. Нет, вы, конечно, не подумайте, я не утверждаю. Возможно, он просто танцевал. А его ребенку настолько понравилось, что он прям визжал от радости. Нет, на самом деле, чуваки, это реально не смешно. И то, что вчера ночью произошло в очередной раз, это пиздец. Чуваки, два часа ночи. По моим подсчетам, он должен отрезветь минимум через три часа. Я спать хочу как бы. Я уже, блядь, как мистер гаджет. Чуваки, он, походу, детей лупит. Он реально детей бьет. И что делать-то? Я не знаю, идти к нему или нет. Хорошо, будет вам продолжение про соседа. Чуваки, вы даже не представляете, какой там контент нарисовался вчера ночью. Мы подслушали за этим гавриком с помощью специального микрофона. И мы там такое услышали. Я уже выложил полнометражный ролик, где я рассказал все от начала до конца про этого соседа. Ссылка в описании профиля. Короче, могу сказать, что... Ссылка вообще-то не работает. Чего? Вот, смотри. Вот, смотри, я не знаю. Видимо, нас забанили. Чего? Я что, зря эту хрень монтировал? Я вчера решил себе устроить чилдэй. Сижу такой себе спокойненько. Смотрю телевизор, жду курьера с пиццей. Звонит курьер. И я думаю, что-то он очень быстро. Подхожу я к домофону и вижу я вот эту рожу. Открывай! Да что ты, х**й, х**й, открывай быстрее меха! Да, как вы успели догадаться, это мой любимый сосед. Я не знаю, откуда у него мой адрес, но вы посмотрите, что эта скотина делает. Может быть, кто-то не знает историю всех событий. Для таких людей мы сняли полнометражное видео и ссылка на него в описании профиля. Потому что здесь эту жесть просто забанят. Иди сюда, походу ее уже забанили опять. Твою мать, ты что, прикалываешься? Смотри, ссылка просто не открывается. Вот, интернет есть, все есть. Как вы просили продолжение про соседа. Вот такое вот небольшое продолжение. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, от чего это. Но если нет, вот небольшая часть. Короче, как вы поняли, у этого шизофреника окончательно кукушка слетела. К сожалению, все, что произошло, я здесь не могу рассказать. Потому что ТикТок просто забанит это видео. Один раз уже такое было. Поэтому видео полное по ссылке в описании профиля. Короче, у меня к вам всего один вопрос остается. Кто-нибудь сдает квартиру? Продолжение про соседа вы хотите? Про того самого соседа? И про вот этого соседа? Соседушка, открывай. А вы уверены вообще, что вы готовы к этому продолжению? Честно говоря, я вчера был вообще не готов. У меня тут столько продолжений накопилось. Вагоны полная, мать ее, тележка. Ну, на самом деле, то, что вы только что видели, это уже зашквар. Тот спектакль, который я увидел вчера... Чуваки, что это вообще? У вас есть предположения? У меня нет. Могу лишь предположить, что это у них так подготовка к Новому году идет. Извиняюсь, что я в Негляже. Ну, как бы, 3 часа ночи обычно не готов видео снимать. Ух, ёб твою мать. Он еще и музыкант. Прям человек-швейцарский нож. Ну, давайте послушаем концерт, что ли. Бесплатно. Выколите мне уши. Кто-нибудь из вас знает игру, как достать соседа? Так вот, у меня для вас новость. Это ни разу не игра. Это моя жизнь, ёб твою мать. Может быть, кто-то еще не знаком с моим соседом? Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Нормальный персонаж, да? Мне кажется, у этого приятеля будильник на 2 часа ночи заведен. С напоминанием проснуться, выпить бутылку водки, превратиться в халка и пойти бить свою жену. Я вчера ровно в 2 часа ночи проснулся опять от того, что в соседней квартире, блять, разлом Сан-Андре случился. Да ну его нахер я спать. Я очень зря не стал снимать и лег спать. Смотрите, что было дальше. Так, ребят, 7 утра. Я решил все-таки проверить, что там произошло. Твою мать. Репортаж с полюбоем, блять. Это что такое? Походу, кое-кого выгнали. Походу, детские рисунки. Твою мать, семейка Адамс. Не, рисунки вроде детские, но что вот это такое? Приключение соседа, новогодняя версия. Остаются считанные часы до нового года. На улице салюты. Ну, вон, видите, да, салюты. Так празднуют в это время нормальные люди. Что в это время делает мой сосед? А я не знаю, что он делает, чуваки. Вот, послушайте. В ванной, кстати, вообще все замечательно всегда слышно. Я уже привык под этот аккомпанемент мыться. Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. Сейчас все будет. Погодите, погодите. Просто небольшой перерыв. О! Ничего сказать, с новым годом. Я не было дома всего лишь 7 дней. Сраных 7 дней! Это всего лишь, сука, неделя. Знаете, что произошло? Первое. Помните, да, вот эту историю про Софию? Ну и про соседа, естественно, вы тоже помните. Так вот, мне кажется, они сговорились. Вы не поймите меня неправильно, я не ебнулся. Просто, что если этот сосед каким-то образом подключился к моей колонке, и вот это чудит. В общем, объясняю, что было. Короче, уезжал я на недельку в Дубай. Видно, да, по моим прекрасным румяным щечкам. И когда я уезжал, я поставил камеру, естественно. Вот прямо взял камеру, и вот так направил на комнату, да, и включил. Вот что я увидел.